Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное, лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Бой быков может быть искусством. Бокс может быть искусством. Любовь тоже искусство. Открываем банку сардин, и это искусство. Стиль есть не у всех. Не все ему верны. В собаках может быть больше стиля, чем в людях. Но не у всех собак есть стиль. Кошки безмерно стильные. Нет. Добрый один, добрый один. Всем привет. Меня зовут Витя. А это моя машина ВАЗ-2106 1996 года. Мотор 1.6. Белого цвета. Она не белая. Белая. Молочного цвета, ладно. Владею с 21 года, февраля месяца. Что я с ней сделал. Сделал мотор. Сделал всю подвеску. Переделал полностью салон. Ну да, просто нашел троечный салон. Бесплатно. На штрафстоянке. И поставил себе. Почему интермальное стекло? Сука. Как это все рассказывать-то на камеру? Увидел запрет Грамми. Аккаунт один. Вот. Подписался. Пацана с Дагестана была тройка. И он полностью заклеился в интермальную пленку. Вот. И при этом очень понравилось, как нас смотрятся машины. И хочется в дальнейшем будущем себе так же сделать. Как ты относишься к дерифту? К зимнему? К зимнему? На самом деле положительно. Сам иногда тоже на ней... Как это? Раздаю боком получается. Прям ездил парным? Нет, парным нет. Так, в одиночку на парковке. Или где какой-нибудь поворот резкий. Короче, так пятаки. Да, пятаки маленько покрутить. Это не та машина, на которую нужно дерифтить. Тут вся подвеска в стоке, кроме пружин. Пружины не пиленые. Пружины сразу занижения, минус 50. В остальном вся подвеска сток. Да, амортизаторы. Амортизаторы тоже сток. Почему я не стал ставить? Только не погиб. А мой амортизатор. Потому что дорого. Сколько? 10 тысяч за комплект? Чем же. Ну, примерно. Че, 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 че по внешке делал? По внешке? Абсолютно ничего. Да ладно, ты абсолютно ничего. Ну, машина как-то 96-го года. На ней мало было хрома. То есть, зеркала, дворники. Воздухозаборники. Что еще? В принципе, все. Еще много чего хочется сделать. Там поворотники с хромированной окантовкой. Повторители. Поворотников на крыле. Вот. Хочется задние, как я не знаю, габариты сделать крылья. Высверлить крылья и сделать габариты по цвету. Расскажи, почему у тебя так не угоялось. А я увидел одного парня. Вот. Мне понравилось. Решил тоже собирать. Почему нет? Че, за парень? Да. А есть ли на тройке? На кадр? Да-да-да. За кадром. Света, что одного парня увидела? Да-да. Продолжение следует... Расскажи нам историю покупки, связанную с пройкой твоей. Все как начиналось. Начинается с того, что я купил себе первую шестерку. я не помню, какого она года была, честно. Купил я ее за 10 тысяч. Вообще, цель была идти к девятке. Серебристая, тонировка, там, вот это все дела. Вот. Но, получается, я ее продал. Первую шестерку свалил. Купил другую шестерку. Она была вся в обвесе. Ну, то есть, губа, тактейл. Вот. Еду как-то по Кузнецкому. Стою на стафоре после покупки в первый же день. Вот. И с Советского проспекта поворачивает на Кузнецкий тройка. Вот. И я на ее, ну, увидел ее. Почему-то сразу, да, то есть, тебя увидел и сразу захотелось такую же машину, а именно, ну, тройку. Вот. Потом, что? Потом я эту шестерку продал, купил другую. Много машин было. Я не знаю, какая по счету это. Она, десятая. На самом деле. Вот. И вот была последняя тоже, предпоследняя шестерка. я написал тебе тогда, так как твоя тройка стояла на дроме. Ты за нее хотел сто тысяч рублей. Вот. Да-да, было такое. Вот. Ну, так, каких денег не было у меня вообще? Типа, было шестьдесят тысяч. Я тебе предлагал, ты говоришь, нет. Типа, за сто забирай. Сто. Да-да-да. Потом еще друзья твои писали мне. Да. А они тебе писали. Нашли по фотографии все твои косяки машины на тот момент. Вот. Типа, думаю, что делать? Надо какую-то машину искать. Типа, ну, пешком не вариант ходить. И вот. Пишу. Что-то лазил на дроме. на дроме и вижу, типа, ну, архивное объявление. Вот. И, типа, блин, нашел эту шестерку в архиве. Думаю, блин, напишу-ка я в беседу ВКонтакте, там, где 42 по городу, вроде, что-то такое было. Или RC в 42. Типа, знаете, владельцы этой машины. Ебой, как долго. Это ебать, резать придется, пиздец. Ну, рассказывай. Вот. На следующий день мы поехали, посмотрели ее. Она была не в таком состоянии. Да, вот эта машина. Был вообще плачевный состояние моторного отсека, вот, салон, ну, и много чего еще. Типа, ну, некоторых элементов не хватало на машине, как клыки, там, еще что-то. Колпаков не было. Так, сейчас будем говорить про музыку. Про музыку. Да? Ну, ладно. А что про музыку сказать? Сказать то, что у меня стоит просто саб и два блина сзади. Тут самая простая музыка. Монтолог, голова, пионер. Два динамика обычной блины, JBL. Не знаю, на сколько ватт. Вообще, не знаю о них ничего. И стоит сам буфер Machete Lite 12-й. Вот. В принципе, и все. Усилитель тоже не знаю. Все, друзья, подарили. Ничего не покупалось. и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что может быть лучше для открытия сезона? Организатор автоклуб Midnight Family Генеральный спонсор Синтек Приглашаю вас посетить данное мероприятие Развеяться Показать свою машину Классно провести время Мы будем там А вы поехали вместе с нами Давай, следующий вопрос Давай Ездил ли ты на автовыставке? Да Автовыставок Бля Выставок было не так много Но Эмоций было очень много на самом деле Ездили Первый раз моя выставка была в Томске Потом ездили в Новосибирск Вот И на Топкинский автодром, наверное Мы ездили Всей командой, так сказать Бандой Как тебе в целом Это мероприятие? Автовыставок проходило? Блин Очень сильно нравится Очень Блин Много тачек классных на самом деле На самом деле Вот Много пацанов С кем можно познакомиться Пообщаться Может что-то новое для себя узнать Вообще Может что-то новое увидеть Что можно потом сделать на своей машине Так сказать Вот Хотелось бы Занимать места? Да На самом деле, да Хоть Ну, хоть какое-нибудь место Хотя бы из пяти или из десяти Занять бы Ну, я знаю, что она еще не в таком состоянии Чтобы занимать места какие-то Вот Еще много работы Надо сделать с ней Но Одна из работ, мне кажется То, что Оценится на выставке Это, наверное, пневма Почему бы и нет? Есть планы Которых надо еще выполнить А там дальше смотреть Ну Для галочки, да? Да Что потом В будущем рассказал Что у меня была вот такая машина И я сделал на ней все, что хотел Какие планы у меня были Как девушки реагируют Не реагируют вообще Больше дедушки И дяди Бабушки матерятся Ты же придумал С девчонками катался Что-то они говорили Может, что-то плохое Может, что-то хорошее Нет Говорили, что у тебя жигули И больше не общались Ну, почему Не знаю По-разному было Ну, в основном Всем, с кем я общался Девушками Всем нравился шестерка Мне нравится? Нет Я уже разлюбила Семерку и шестерку Надо приор Нет Иномарку Ладно, мне же садается Да Друг от BMW Вот руля от BMW Было бы пафосно Я бы так же фотался В историю вот так вот Слышка в упаке 17-й И все, она кинует Наход Да, рядом поставим Оригинальный Давайте честно Зачем мы это делаем? Зачем мы делаем это? Покупаем детали Которые совсем не подходят Чтобы сделать их подходящими И тратим столько денег Которые можно было бы потратить На что-то более интересное Я уважаю мнение людей Которые смеются над нами И думают Вон, смотри на этого идиота Громкий выхлоп Низкая тачка Или разноцветная тачка Но мы такие Для многих это просто средство передвижения Чтобы добраться из точки А в точку Б Но про эту точку зрения Мы полностью забыли Для нас это больше не средство передвижения Само передвижение ушло далеко на второй план Это продолжение нас самих Ведь мы можем показать То, чем или кем мы в реальности Можем и не являться То, как машина смотрит Агрессивность или размер Все это И я знаю Над чем все смеются Но Вообще это совершенно не важно Мы это видим Но совсем не воспринимаем Потому что удовлетворение Которое нам дарует машина Гораздо больше Работа над ней Боль Болт, который не откручивается То, в чем не автофанат Сразу бы сдался Но мы-то боремся за свою цель Цель, которая другим совсем непонятна Но если в тебе есть этот ген Если в тебе есть эта болезнь Если ты вдохновляешься тюнингом Или самой машиной и ездой на ней Тогда это тебе не мешает Субтитры создавал DimaTorzok Как съемка Подшипникам привет Привет! Просто сни Были бы другие в целе мысли Но и твой поцелуй Тут был бы не при чем Целый мир, что нам погорит Покушу слезой Что по щекам твоим Я не простой, ты меня пойми Украл бы, я вижу зад моих В касании губ Что по щекам моим Дай мне забыть, что было до заре Но ты ведь не такая, типа, как все Я просто подошел и сказал Здрасте Не надо слов мне на закате Я...